Тема нашего сегодняшнего урока напевы степи текст структурные компоненты и типы текста сегодня на уроке русского языка ты узнаешь о казахском национальном инструменте что такое структура текста научишься различать типы текстов писать тексты описания давай вспомним что мы знаем о тексте мы знаем что текст состоит из предложений что предложение в тексте стоят в определенной последовательности что в тексте всегда о ком-либо или о чем-либо говорится что к тексту можно подобрать заглавие и текст имеет определенную структуру или части что же такое структура текста чтобы получился хороший текст нужно учитывать что должен быть зачин то есть начало событий подготовка читателя предстоящим событием основная часть это развитие событий читатель узнает о главном что хотел нам донести автор и концовка это конец событий чем заканчивается описание действия иногда концовка может быть также и выводом в концовке автор может выражать свое отношение к тому о чем писал выполним тестовые задания ответь на вопросы текст это группа предложений расположенных в определенной последовательности или отдельные предложения второй вопрос текст имеет только название заглавие части только части проверим верно текст эта группа предложений расположенных в определенной последовательности текст имеет заглавие и части следующий вопрос по заглавию можно определить то о ком или о чем говорится в тексте то есть тему сколько предложений в тексте или какая концовка текста следующий вопрос части текста должны располагаться в таком порядке основная часть концовка зачем зачем основная часть концовка или же концовка зачем основная часть я уверена что ты ответил правильно проверим по заглавию можно определить то о ком или о чем говорится в тексте то есть тему части текста должны располагаться в таком порядке зачем основная часть концовка записанные первые always großes трудно рослушной какие уже бывают типы текстов текст описания текста писания отвечает на вопрос какой какая в нем описывается признаки предмета в тексте описания можно описать людей животных предметы природы текст рассуждения отвечает на вопрос почему автор сам задает себе вопрос и отвечает на него причины доказательство Рассуждать – это значит доказывать. Автор сам доказывает причину происходящего. Тип текста – текст повествования. В нем мы находим ответ на вопрос, что произошло, о чем говорится в тексте, о каких событиях и действиях повествуются. Что же такое текст описания? Словесное изображение какого-либо предмета, явления или действия через представление его характерных признаков – это текст описания. Цель описания – наглядно нарисовать словесную картину, чтобы читающий представил себе предмет изображения. Художник изображает предметы на картинах. Композиторы изображают свои картины своей музыкой. Текст описания описывает словесно. На что нужно обратить внимание? Составляя текст описания, нужно назвать признаки предмета, явления или события, которые ты описываешь. Вспомни, какая часть речи помогает тебе описать предметы. Это имена прилагательные. Это может быть внешний вид человека или животного, картина природы, описание событий. К тексту описанию можно поставить вопросы. Как выглядит предмет описания и какие у него признаки. Как и в любом тексте, в тексте описаний должен быть зачин, то есть обозначение объекта, общее представление о предмете, основная часть, где перечислятся признаки от более существенных к менее существенным, и концовка, то есть авторское отношение к предмету. В концовке может заключаться вывод или заключение. Помни, описывая предмет, необходимо обеспечить единство изображения, единство взгляда на предмет и логическую последовательность при его описании. То есть, если ты описываешь желтую грушу, это должна быть желтая груша. Если ты описываешь безоблачное небо, то все описание должно доказывать, что ты описываешь безоблачное небо. Составим текст описания по картинке. Ты знаешь, что это за инструмент? Тебе уже знаком кобыс, а этот музыкальный инструмент называется жетеген. Прочитаем текст. Жетеген – казахский народный щепковый инструмент с семью струнами. Имеет прямоугольную форму, которую изготавливали из дерева. На струны нанизывались колки в виде асаков, с помощью которых можно настроить инструмент. Жетеген до сих пор используется в народных оркестрах и ансамблях. Определить тип текста – повествование, рассуждение или описание. Проверим. Это текст описания. В нем описывается казахский национальный инструмент. Следующий этап составления текста описания – это указание слов из текста, которые описывают национальный инструмент, то есть опорные слова. Выбери из данных слов опорные слова из текста. На струнах асаки, струны из конского волоса, народный, из дерева, щепковый, из металла. Какие из них соответствуют описанию жетегена? Проверим. Жетеген какой? Народный инструмент. У него на струнах асаки. Он щепковый и сделан он из дерева. Обратись еще раз к тексту. Определи, какой вопрос можно задать ко всему тексту. Почему жетеген делали из дерева? Как я научился играть на жетеген? Что из себя представляет жетеген? Ты догадался? Проверим. К этому тексту, описанию, можно задать вопрос, что из себя представляет жетеген. Еще раз обратись к тексту. Определи, какой из фрагментов, указанных ниже, будет логически дополнять этот текст описания. Так я стал играть на жетеген. Мелодия жетеген отличается мягким певучим звучанием. Таким образом, жетеген – инструмент души казаха. Проверим. Мелодия жетеген отличается мягким певучим звучанием. Логически подходит и дополняет этот текст описания. А теперь я предлагаю тебе составить свой текст описания, используя нужные слова, указанные в скобках. Жетеген – казахский народный щепковый или смычковый инструмент с семью или с пятью струнами. Имеет форму в виде треугольника или прямоугольника, который выполнялся из металла или из дерева. На струнах или клавишах были асаки. Они служили для красоты или для настройки инструмента. Жетеген используют в народных оркестрах или в народных плясках и ансамблях. Проверим. Читаем текст с самого начала. Жетеген – казахский народный щепковый инструмент с семью струнами. Имеет форму в виде прямоугольника, который выполнялся из дерева. На струнах были асаки. Они служили для настройки инструмента. Жетеген используют в народных оркестрах и ансамблях. У нас получился текст описания. А на каком музыкальном инструменте играешь ты? Возможно, ты захочешь описать свой любимый музыкальный инструмент. Какие еще национальные музыкальные инструменты ты знаешь? Обратись к энциклопедии, изучи и составь текст описания. Наш урок подходит к концу. Теперь ты знаешь о казахском национальном инструменте. Знаешь, что такое структура текста. Научился различать типы текстов и писать тексты описания.